Всем привет, наши любители приключений и путешествия. Мы начинаем свой выпуск из Красноярска. Мы начали знакомиться с городом, с Хараульной горы. Здесь расположена часовня Пороскевы Пятницы. Это символ города Красноярска. Также эта часовня была нанесена на 10-рублевую купюру до тех пор, пока ее не сняли с производства. А также мы стоим на том самом месте, где стояла пушка, которая каждый день в 12 часов издавала залп. Но, как видите, этой пушки нет. Даже не все местные жители об этом знают, что полтора года назад эту пушку отсюда убрали. И, как всегда, существует некая закономерность. Когда мы с Дашей начинаем записывать видео, рядом начинают пилить болгаркой, либо пилят газон, или проходят соревнования по мотокроссу. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что Красноярска такой спортивный город. Все занимаются спортом. Кто-то бегает, кто-то катается на велосипедах, кто-то на мотоциклах, кто-то на роликах. И организованы такие асфальтовые дорожки. А мы, кстати, подошли к пароходу, который называется «Святитель Николай». Это музей-пароход. Можно подняться на него и погулять даже внутри. Мы вышли на набережную и идем вдоль Енисея. Кстати, здесь очень много рыбаков. Прямо такое ощущение, что набережная сделана специально для рыбаков. А что там? А вон какой-то здоровенный рыбу поймал, да? Опа! Вот это селедка. Что-то не селедка, а тарис. Еще одна. Вот видите, я как прям пошел. Вот небось ничего не ловили, да, пока я не пришел на набережную. Я знаю, я вот повелитель дождя, рыбалки. Это все мое. Ты присядь, посиди. Прогуливаясь по набережной, мы дошли до коммунального моста, который также был изображен на 10-рублевой купюре. Я держу Сашу, чтобы он не упал в воду. 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 Кю issue каждый он сам. Редактор субтитров от东 moist. Сашу, как и Delaware. По-моему, набережная здесь признана одной из самых лучших. И она еще будет продолжать благоустраиваться. Это только сегодня в новостях увидела. В новостях где? В Яндексе. В Яндексе. Вела новости Красноярска. И там было написано, что набережная в Красноярске и там чуть ли не первое место в России занимает по красоте. Так, а здесь у нас что, беседки с шахматными досками? Да. Вот дерево любви. Угу. Так, вид с обзорной площадки. Насколько удобно сделано. Мы сейчас с набережной. Хотим попасть в центральный парк. И нам не нужно переходить никакие дороги. Мы просто идем наслаждаемся, гуляем. Здесь пешеходный мост. Внизу ездят машины. И мы сейчас попадаем прямо в центральный парк. Со что мы нашли? Твой любимый киосок. Мороженое. Интересно. Мороженое я даже больше, чем шурму люблю. В Красноярске производят свое собственное мороженое? Сейчас узнаю. Нет, не зрит. Еще. Давайте два пломбира на сливках. Как бы не давать еще. А есть на палочке? Действительно, есть в Красноярске свое мороженое. Вот так вот оно выглядит. Пламбир на сливках. Очень аппетитно. Я люблю такие упаковки, как будто из каких-то тех еще времен советских. Как я и думал. Вкусное. Жирненькое. Ароматненькое. Ой, вкусное мороженое. Лесной замечательный, а пора. Мне кажется, лесной в любом месте хорошо. Какое-то старое здание. И оно такое мистическое, как будто бы оно с подведениями. Но за забором. И там своя атмосфера прям такая. Мне кажется, оно заброшенное. Ну, оно чувствует уж атмосферу этого здания. Я чувствую. Знаешь, мне на что напоминает, как будто здание где-то в Индии. Да? Там такие же здания, английские. Мы перебрали все возможные варианты, что это может быть за здание. И оказалось, это военные госпитали. Здесь даже есть табличка. Также еще это здание является памятником архитектуры. 1899-й. Мы нашли один интересный памятник. Местный зовут его дядя Вася. А что это дядя Вася? Дядя Вася, который немножечко перебрал. Памятник пьяницы, да. А, собачка на него даже попитила. Вот такие дяди Вася. Прямо рядом с дядей Вася находятся вот такие интересные часы. Или не работают. Так, работают или не работают? Так, ну, вот верхняя часть часов, ну, не знаю, какие там часы, механические, кварцевые, но они стоят. А внизу вот здесь песочные часы, и песок тоже не сыпется. Жаль, что такие красивые часы и не работают. Мы дошли до улицы Горького, где расположены вот такие вот деревянные дома. Они здесь построены были в конце 19-го, в начале 20-го века. На данный момент, по всей сути, они реставрируются. И что удивительно, здесь нет никаких кафе, музеев, ресторанов. Просто стоит здание без всяких вывесок, и ничто его не портит. Дашь хочется прямо сказать, во-во-во, полегче. Слушай, да? Круто смотрится, очень круто. Органный зал, памятник архитектуры. Ну, прям такое древнее. Римско-католический костел. Органный зал, памятник архитектуры. Органный зал, памятник архитектуры. Оргальный зал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень интересно, что же там внутри Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok А администратор все равно говорит Вы можете оскорбить чувства верующих Как так нельзя делать? Это решил администратор, а верующие сказали, что никто их не оскорбит Рядом с органным залом тоже такое интересное здание старое Детская музыкальная школа И она функционирует, мы слышали оттуда музыку А, нельзя заходить, видишь? Строго запрещено ожидание родителей своих детей Даже родителей не пускают внутрь Так что мы не будем там все-таки детишки заниматься Я думаю, многие знают компанию SDEC Они уже более 20 лет на рынке Имеют филиал в 400 городах России У них сейчас действует очень выгодная доставка для физических лиц Называется посылочка Отправь все, что поместится в коробку Коробки имеют размер S, M, L И все, что вы туда поместите Вы сможете отправить При этом цена не изменится от веса Чтобы узнать цену доставки Вам нужно зайти на сайт SDEC Выбрать размер коробки И город, в который отправляете посылку При этом коробка уже включена в цену доставки Тарифы очень выгодные Например, отправить коробочку размера S Из Москвы и Санкт-Петербург 350 рублей Из Владивостока в Москву всего 450 SDEC-посылочка также доступна для отправления в Казахстан, Киргизию и Беларусь Процедура оформления быстрая, простая и без очереди Также появилась дополнительная возможность Отправлять посылочку внутри города по супер доступной цене Стоимость услуги всего от 200 рублей Доставка в течение 1-2 дней Поставьте отметку внутри города и увидите все тарифы А в описании под видео мы оставим ссылочку Где вы сможете узнать всю подробную информацию Это хорек, да? Да Они кусаются, я знаю, хорьки Если бы упали сейчас, знаете, он меня укусит Если я его поглажу, не укусит меня? Нет Переходим Мы дошли до вот такой площади Которая находится напротив администрации города Она, кстати, находится вот сзади меня А впереди, конечно же, находится памятник Ленину В каждом городе есть памятник Ленину Я помню чудное мгновение Передо мной явилась ты Как мимолетное видение Как гений чистой красоты Кого мы встретили? Так Здравствуйте Ладно, это Пушкин, ты знаешь, да? Да А это кто? Это его принцесса Принцесса Пушкина? Да Молодец, с пятеркой тебе, с минусом Здрасте А вы знаете, кто рядом с Пушкиным? Это его любимая женщина Ну, а как ее звали? Они Ольга Я сейчас так говорю Ольга, наверное Нет, я просто думал, что, ну, я не знаю Нет, мы не знаем А мы не знаем Я тоже не знаю Гамлет, говорю вообще Все, тогда мне не стыдно Раз вы не знаете А мне-то тем более Знать не положено Ну, вы-то читаете сейчас А мы-то учили это в школе А вы оттуда, из Красноярска? Да Да? Наталья Гончарова Вот Вот, все, Наталья Гончарова Вот, будем знать А, ты посмотрела там? Да В интернете Молодцы А вы откуда-то садитесь? Из Воронежа Ничего, все молодцы Голубинный секас наш Видите, что, нравится Ах ты, извращенец Люди смотрят Увидели красивое старое здание И на нем написано аптека Какая зайти внутрь Смотри, под прикрытием Какие двери старинные И даже, ну смотри, кресло нарисовано Это какая-то старая аптека Ух ты, глянь Какая крутая Ничего себе Дожди, ну какие здесь шкафы Сейчас бы твоя мама обладела прям Провели мы некое расследование в аптеке Все спросили у женщины, которая там работает Но она, к сожалению, не захотела сниматься в нашем кино Но мы к этому уже привыкли Никто из людей, как правило, не хочет ничего рассказывать на камеру В общем, что мы узнали Аптеке 125 лет А мебель, которая там сейчас стоит Это копия, которая была выполнена с оригинала Той мебели, которая там когда-то стояла И все стоит в таком же положении, как и было раньше Биг Бен в Красноярске Что мы тут еще встретим сегодня? Может быть, еще и Статуи Свободы увидим С работающими часами В общем, работаем круглосуточно Даже ночью можно приходить поесть Главное, чтобы там еще еда была вкусная Потому что мы уж чтобы на ужин попадаем Ну как раз все будет свеженько Мы сделали себе заказ Плов, греческий салат, сосиска с курицей И вот еще пирог у нас И познакомились с парнем Самиром Который здесь учится А сам из Таджикистана приехал Вот он говорит, я вам сейчас расскажу Какая здесь экология Я ему говорю, что здесь нам все понравилось Чисто Он говорит, что нет Экология здесь плохая Насчет экологии не знаю, конечно Ну здесь очень чисто Возов, правда, не очень такой чистый Как выглядит режим черного неба? Я вот, знаете, это не сильно замечал Но прям небо становится немножко красным, что ли Бурового цвета И я по ночам Ну, все, ну, это было бы плохо А нам говорили, что прям небо черное Ничего не видно Даже белье вывешиваешь на балконе И прям все белье потом какой-то крошкой покрывается черным Ты вешаешь белье на балконе? Да, вечер Ну, у меня такого не было Ну, я жил на таком районе Там более-менее, как сказать Из-за розовых ветров мы попадаем в такое место Что ветер оттуда выплывет И к нам вся примесь не попадает Она вот в центр уходит Ну, в более чистом таком районе Ты в центре живешь? Нет, я в Октябрьском районе Ну, там город-то чистый Ну, просто с воздухом немножко Проблема А когда эти бывают времена? Когда-то вот самая плохая вода Ну, я вот, знаете, не эксперт в этом Но в этом Ты сейчас чистый воздух или плохой? Да, да, вообще вот этот режим черного неба Ну, я вот замечал зимой Когда вот отопление бывает И все на углях топят И вот там прям Ну, действительно, немножко бывает Что сложно дышать А так сейчас, на мой взгляд, прям нормально В Красноярске вообще очень много домов, памятников, архитектуры Что не дом, то памятник Вот сейчас опять проходим памятник архитектуры Дом Токаева Таких домов здесь очень много И они такие все реставрированные Ну, конечно, не идеально Но по большей части они отреставрированы И на другой стороне, Даша, смотри Еще один памятник архитектуры В общем, Красноярск надо посетить Особенно, кто увлекается архитектурой Я думаю, вы найдете что посмотреть Мы идем по мосту, который предназначен для пешеходов И этот мост нас выведет на остров Татищева Мост называется Виноградов И на острове Татищева должны быть спортивные площадки И люди сюда приезжают для того, чтобы заниматься спортом Покататься на велосипедах, на роликах, на самокатах По крайней мере, так нам рассказали местные Перешли мы мост, прошли чуть-чуть вглубь Но, как оказалось, асфальтированная дорожка уходит далеко-далеко в лес Может быть, там километров даже на 10 Соответственно, так далеко мы не пойдем Так чуть-чуть прошлись И будем возвращаться У нас есть еще кое-какие дела Ну и знаете, что хочу сказать В Красноярске люди прям на зоже, на спорте Люди все куда-то прогуливаются, катаются на велосипедах, на роликах Очень приятно такое видеть Нам пока очень нравится Красноярск Мы прям, когда только заехали в первый день просто на машине Мы сразу почувствовали флюиды этого города И он нам понравился Я не знаю, как это такое бывает Вот ты просто с первого взгляда понимаешь, что город хороший Мы заселились в гостиницу Аристократ И сняли себе не какой-нибудь обычный номер А люксовый номер Но для этого, конечно же, был повод У нас на канале 250 тысяч подписчиков И я вам скажу, что, пожалуй, это лучший номер В котором когда-либо мы жили Давайте я вам проведу небольшую экскурсию по нашему номеру Посмотрите, какие у нас тут картины на стене Большой диван Посередине комнаты стоит обеденный стол Это намекает нам о том, что просторная комната Спальная комната Таким приглушенным светом Создает уютную атмосферу Большая кровать Здесь у нас камин Телевизор большой на стене Мой рабочий стол со стулом Ого-го-го-го-го Полегче, полегче, детка Вот это да Вот это уровень Слушай Слушай, я прямо сейчас так За что ждать, господи Гулять, как говорится, так гулять Ну что, дорогие друзья Давай за вас Наши дорогие Зрители Наша семья Мы благодарим вам Мы себе можем позволить Такие шикарные условия И спасибо вам большое За вас, за нас И за канал Ура! Спасибо Я вас тоже очень люблю Ура! Доброе утро! У нас сегодня завтрак прямо в номер Что у нас в меню? Яичница Сосисочки Овощи Кофе Булочка с маслом Булочка такая свежая И целая тарелка фруктов Все как мы любим Слушай, давай приступать Уже так хочется кушать Мы выселяемся из нашей гостиницы У нас здесь Посмотрите, какой есть Замечательный плюс У нас здесь есть место для парковочки Куда мы поставили свой дастер И здесь есть автомойка Мы сегодня хотели помыть машину Но по прогнозу намечается дождь А если мы помоем машину То дождь 100% будет Нами замечен уже Один минус красноярский Это пробки Здесь как-то Движение так организовано Неудачно Что вообще на каждом светофоре стоим Производим обработку от клещей Но надеемся, что их там не будет Сейчас самый сезон Поэтому все равно Меры безопасности лучше применять Приехали на самую знаменитую Достопримечательность Красноярска Это заповедник Столбы Заповедник очень большой Сейчас открыты только 4 маршрута Мы пойдем по достаточно большому маршруту 13 километров Природа Великий Скульптор Это синий маршрут Посмотреть основные столбы Центральные Также у заповедника несколько входов Есть восточный вход Мы сейчас идем с центрального входа Ну давай на руку Прошли мы 6 километров по вот такой дороге Впереди предстоит подъем по лестнице Иногда, кстати, по дороге встречались машины Кому-то, наверное, можно здесь есть Может, работникам заповедника Так вот тогда впереди и автобусы стоят Это, наверное, туристические автобусы Значит, не только работникам заповедника Еще и туристическим автобусом можно ездить Тут есть станция вот такая Пит-стопа Здесь можно купить кофе Также зайти в кафешку И говорят, там даже бесплатные туалеты Оборудованные Очень такая прям лестница оборудована Хорошо сделанная, широкая При всем при том, что вход в парк абсолютно бесплатный Это здорово Мы добрались до первого столба А позади меня скала Слоник Но на самом деле Первый столб реально похож на слона А вот это Ну, я не знаю Кто-то видит здесь слона Мы не увидели Продолжение следует... Оборудованная лестница Быстро закончилась И теперь мы идем по лесу По снежной тропинке Даша останавливается И во все скворечники Засыпает орешки Подкармливает местных обитателей Ну, подняться мы поднимемся А как мы будем спускаться еще? Мы поднялись на вершину второго столба А здесь сильный ветер Но вид красивый Ну, не совсем на вершину А вершина как бы вот она Просто на второй столб залезли Можно еще выше подняться Здесь открывается красивый вид Субтитры сделал DimaTorzok Так, а теперь садимся на попки Мне кажется, там лучше Мне кажется, там лучше Ну, да Нам по той стороне будет получше Или по стеночке По стеночке Давай, давай Аккуратно Спускаться что-то не так весело Как подниматься Подниматься-то не весело А спускаться даже грустно Он замерзший Он нифига нет На задницу садись И вперед В самом Красноярске уже нет снега А здесь еще много Такой неудачный сезон для похода Горы Скользко еще Сейчас еще будет мокро и грязно Конечно, самое лучшее Это либо летом вообще идеально Либо зимой Когда уже стоит мороз Так Че это ты, Даша, лежишь-то? А? А, я снизу в стильном снегу Тебе, Люк, да Да не, не, нормально Даже нет ничего Давай на повтор А то я не успел заснять Даша, вот так не надо делать Ты сейчас свалишься И головой, как я Ударишься на Байкале Потом будем два часа вспоминать Тут же нет льда Ну, об снег ударишься Давай, осторожней Мы пытаемся дойти до скал Бабка, внучка, дед Вот такие вот пометки на деревьях Которые подсказывают нам Что мы идем в правильном направлении Надеюсь, что мы не собьемся с маршрута И не заблудимся Ну да, тут, кстати, очень много маршрутов Они каждый там своим цветом помечены Везде стоят таблички Но если вы будете зевать То вы можете пропустить и заблудиться Здесь часто люди Блукают Блукают, да Но не именно здесь На центральных столбах сложно Если уходить куда-то дальше Например, вы можете отсюда дойти Аж до канатной дороги До Бобрового лога И даже выйти через восточный вход Но если поедете там То можно заблудиться Дошли мы до скалы Которая называется Бабка Находится она позади меня Но я, честно говоря, не знаю Почему она так называется И у кого такие ассоциации Эта скала вызвала Мы сейчас тоже пойдем Поднимемся наверх И более детально ее рассмотрим Может быть мы увидим там Изображение бабули Слушай, ну ты понял, почему Бабка? Честно говоря, нет Сейчас попробуем разобраться С помощью дрона Может быть дрон нам подскажет Он сейчас вот какой-то такой нам Образ создаст Когда отлетит И мы увидим такое лицо бабули Теперь вы поняли, почему скала называется Бабка? Не поняли? Ну и мы не поняли Следующая скала, вашему вниманию Дед Но, кстати, деда здесь можно рассмотреть Смотрите Так, вот это Это нос Это вот у нас Глаза Лоб Ну и, наверное, там Фуражка Либо волосы Нет, брата Нет, нет, куда ты есть, Даша, куда нам не ходит? Так нет, там А вообще нет, там пропасть, да? А че ж мы тогда сюда залезем? нет глянь правда тут какой камень сверху смотрите люди что сделали китайские иероглифы замулевали скала дед с которой мы только что пришли и скала львиные ворота сухофрукты да здесь наверно круто будет да это вот это наш тигровые длинные ворота и мы сейчас сразу получается объем двух зайцев мы сейчас запустим дрон и это отсюда заснимем и заснимем гору напротив так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно не обходится без несчастных случаев Вот с перьев Володя Теплых Скала его не погубила, она его к себе взяла Как говорят, забрала его к себе Ну когда-то ходил здесь Ну вот здесь прям смотри Крупные следы Вот там даже смотри какой свет Но он ходил тогда, когда снег держал Он провалился, правильно? Мы возвращаемся обратно к машине На прогулку мы потратили 7,5 часов Прошли 16 километров Понравилось тебе? Да, мне понравилась прогулка Столбы понравились Хотелось бы конечно уйти куда-то еще глубже гулять Они здесь, столбы находятся на огромной территории То есть то, что мы посмотрели Это лишь какая-то малая часть Вообще парк огромный Можно гулять и гулять И несмотря на то, что сегодня будний день В парке людей много Говорят, на выходных здесь вообще не протолкнуться Танечка, приветствую Как ваша головушка? Да так вот Какихонечка Здравствуйте Ну все, вы все прикупили Да Ну пойдемте Руки мыть и кушать Нас пригласили в ресторан У нас сегодня тайская кухня Том-ям Саша, ты сегодня только вспоминал Таиланд Как бы ты хотела туда погреться После такого путешествия Пахнет очень вкусно И не знаю, как бы у меня сочетается Потому что у меня селедка под шубой Там как бы рыба У Саши Оливье, его любимый салат Очень красивая подача Дастер должен уже вас сделать своим лицом, наверное Они знают, ну Рено Они знают вообще Что вы делаете с этой машиной Не, ну он вообще молодец Да, вот получается столько испытаний И загружен полностью И в дороге И в горы По Кавказу, да? По Пёрсу Не, нас он вообще не по два дела Как бы Мы его стараемся Да Стараемся за ним там ухаживать Повремя там всё не знаю Мы переместились Обратно к часовне Здесь уже видно Красивый вид на город Но мы поднимемся повыше Чтобы было ещё красивее Привет Опа Привет, привет Одна из наших юных зрителей Здравствуйте, здравствуйте Почему? Ровно пришли Подождите Сейчас Саша Оля Рада вас видеть Добро пожаловать Спасибо Очень приятно Здравствуйте Даша говорит Никто не придёт Нет А мы вот для этой царей поехали Чтобы если что Вы хоть выпрошли Спасибо Спасибо Ну-ка давай возьми Ух ты Ну что за универсия Это как олимпиада Только для студентов Получается Спасибо И после неё Началось благоустройство города Да? Нет, до неё А готовили Непосредственно перед ней Мы сегодня прям походили Нам прям понравился Город И много вот этих стадионов Вот под подсветку Вот это всё сделали Как бы Жизнь наладилась Не зря провели Ну да Всё сделали И ковид И никакие Отменили практически Все спортивные соревнования Из-за этого Тут много столько Понастроили И всё пустует Как бы получается Так что у нас тут Подарочки, да? Как говорится Подарочки мыли Обе Как на поле чудес Да Сухпайка Индивидуальный рацион питания Хватает взрослого мужику Который Как бы В полях На целый день Одного хватает Мы вышли на свет Чтобы на всех было видно У нас вот такая вот Большая компания Собралась На улице прохладно И куда мы все В ресторан За встречу Ура Безалкогольная вечеринка В который раз Вечер На Макдонбассе Не закончился Ребята Вот которые С ребёнком Приезжали Уехали домой Вот Ещё нас ребята Пригласили К себе В офис Но это такая Квартира Переделанная Под Работу И чем вы тут занимаетесь? Разработка игр Для компьютеров И мобильных устройств Ничего себе И что Любую игру? Ну Мы игру Как сказать Одну игру делаем Три года Четыре года Есть одна игра Которую мы Десять лет уже делаем Расскажите А какая вот игра Такая вот Которую вы прям сделали И она такая Очень популярна Чтобы вы сейчас Люди поняли Что Где У кого мы сейчас находимся Персонаж Персонаж из этой игры Игра называется Crafts the World То есть она Майнкрафт наверняка Знаете такую штуку Наслышали Да Вот что-то типа Из кубиков Составляете мир И там по нему Гномики бегают Строят Собирают ресурсы Строят дом Отбиваются От орков От эльфов Воюют Стратегии А вот Сколько Например Строится Какая-то Такая Популярная Игра Ну вот Что мне на ум Приходит Например Какая-нибудь Дота Смотря Какая команда У нас В принципе Команда Небольшая Получается И Игра Несколько лет В принципе У нас Получается Строится Если игра Получается Популярная То у нас Строится Бесконечно Мечта любого разработчика Это сделать игру Которая Ну бесконечно Приносит Как бы Доход Какой-то Стабильный А Сталкер Какая-нибудь Вот такая игра Ну она Требуется Уже Гораздо Ну и как бы Сталкер Обычно делается Фирмами Ну серьезными Ну как Не сказать Что мы не серьезные Но мы Индии контора Так называемая То есть Небольшая Компания Которая там Пытается Как-то вот В стыке Жанров Залезть И Как-то Заработать Выжить Сколько у вас Команда Человек Ну вот Постоянно В офисе Сидит Здесь 8 человек Еще В принципе На удаленке 2-3 человека Работают В принципе Ну В России У нас В принципе Известная игра Как бы Довольно Наша Ну и Сейчас Вот на Китае Тоже С Китаем Правда Не платят Не очень Мы сегодня На ночевку Остались У своих подписчиков Здесь нам Вот ребята Постелили Потому что Здесь нет кровати И у них Была раскладушка И Надули нам Матрас Мы будем Ложиться спать На этом Наш выпуск Подходит к концу Мы как всегда С вами не прощаемся И все Будем Заканчивать Наш выпуск Красноярск Нам очень понравился С удовольствием Приедем сюда Еще Не раз Если будет Такая возможность Все Да Всем Будем ложиться спать Всем пока Субтитры Субтитры Субтитры